Вместе со мной главный тренер Академии футбола Кубань Мурат Гамлешко. Мурат Русланович, что порадовало вас очко против лидера или все же огорчило после того, как был не забит пенальти? Меня игра порадовала сегодня. Это как раз один из тех моментов, когда можно сказать, что сегодня потеряли два очка. Судя по ходу игры, повели в счете, соперник сравнял, но второй тайм начали хорошо. Пенальти заработали, не забили, потом еще был момент голевой практически стопроцентный. Ребят похвалил, с каждой игрой опыт приходит, уже увереннее. Соперник интересный, часто встречались, занимают свое место, может быть, в таблице. Дебютный сезон для команды, для вашей, в целом, шестой тур сыгран. В целом, то, что вы ожидали от своей команды или какие-то ожидания еще есть? Ну, может быть, кто-то ожидал большего, но я-то реально оцениваю ситуацию. Я оценивал ее изначально, знал, что будет сложно в каждом матче. Но от игры и игры идем так поступательно. Много, правда, сумбура, суеты в атакующих действиях, но это перезбытка желаний. Матч с московским «Спартаком» у вас в календаре. Как будет выглядеть эта игра и все ли у вас в составе на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас есть кадровые проблемы. Это травмирован один из лидеров Константин Сабаев. Также травма у Егора Лукашева, который может выйти, освежить атакующие действия. А что касается «Спартака» московского, ну, когда попадали в эту лигу, название увидели, там нет плохих. Поэтому, как бы, с одной стороны, ответственность большая, с другой стороны, у ребят, надеюсь, перестанут коленки трястись. Мурат Русланович, вам успеха, как наставнику желто-зеленой команде, представляющей кубанскую столицу, тоже удачи в предстоящих матчах. Спасибо. Футболист Краснодарской Кубани Ренат Гараев. Ренат, что сегодня удалось тебе, как футболисту в сегодняшнем матче, что хотелось бы, чтобы было получше? Ну, игра, в принципе, порадовала. Все отдавались, все выкладывались. Во втором тайме большое преимущество на нашей стороне было, не забили два момента стопроцентных. Но так игра хорошая, мне понравилось. Было ощущение, что против лидера будет достаточно сложно. И за счет чего команда пыталась сегодня преодолеть? Вот неплохой состав ростовской команды. Ну, перед матчем, конечно, думали, что будет очень тяжелая игра. Играем все-таки со вторым местом, мы снизу таблицы. Но вышли на поле, и в который раз убеждаемся, что все команды, все игроки равны между собой. И кто больше настроен, кто лучше тренировался неделю, тот и выиграет. Сезон дебютный для Академии футбола Кубань. Есть ощущение, что команда еще прибавит по ходу турнира? Ну, конечно, будем прибавлять, будем тренироваться, выкладываться еще больше. Удачи, Бестрам. Спасибо. Рядом со мной футболист команды гостей, команды Ростов, Шанталий Даниил. Шанталий, бомбардир в команде, 4 забитых мяча, 2, правда, с пенальти. Сегодня что не получилось? Ну, я больше не на этом зациклюсь, я больше зациклюсь на командном результате. Расстроились то, что здесь вырвали ничью, хотя могли больше вырвать. А так я вообще не смотрю, бомбардир, не бомбардир, мне это без разницы. Пусть лучше мои партнеры больше забивают, а мы там первое место будем занимать. Я буду этому рад. И все же, что не получилось сегодня у команды? Ну, команда Кубань хорошо организована в обороне, с характером, парни молодцы. Ну, не получилось скрыть, где-то довести последнюю передачу, а так старались. Удачи, успехов. Спасибо, спасибо. Главный тренер ростовской команды Антон Рогочий. Антон, ничейный результат это потеря очка лидерам или все же на выезде приобретен на очко, с учетом того, что и пенальти сегодня был назначен в ваши ворота? Мой взгляд, результат игры, он мог быть в принципе в любую пользу. И, наверное, победа наша могла быть и победа Кубани, и ничейный результат. Да, тут такая игра, можно сказать, качели были. Прошу прощения. Голос потеряли во время матча? Да, до игры еще. В принципе, ну, боевая команда, сложно, я думаю, сложно всем соперникам здесь будет. Достаточно вязкий футбол такой. И сложно закрывать команды, которые обороняются большими силами. Прошу прощения. Немножко не справились, скажем. В вашем составе ребята, которые производят впечатления уже сегодня. Каковы надежды, каковы ожидания и каковы задачи в турнире, в котором вы участвуете? Да, задачи в турнире, в принципе, каждую игру готовиться, готовить ребят, прогрессировать. Результат, он, наверное, второстепенен для молодежного футбола. Наша задача подготовить их для главной команды. Если будем правильно работать, если они будут прогрессировать, и придет результат, я так считаю. Команда в числе лидеров, на ваш взгляд, как наставника футбольного коллектива, это случайно или это закономерно, на ваш взгляд? Ну, я надеюсь, что закономерно. На сборах хорошо поработали. В принципе, видим, что ребята, они требования, которые предъявляем им, они достаточно быстро усваивают, прогрессируют. Но, к сожалению, сегодня, да, не хватило нам, наверное, контроля мяча, не хватило в завершающей стадии атаки, реализации каких-либо моментов и надежности в обороне. Антон, удачи вам, без травм. Спасибо. Спасибо.